Надо гол забить, хоть два, парочку. Масштабы и отсутствие офсайда – это единственное, что отличает их игру от большого футбола. В остальном же все по-взрослому. Нужен вначале хороший удар, точность хорошая, скорость должна быть. Межрегиональный турнир по футболу среди команд 2008 года рождения проходил в три дня. На поле Орловского спортивно-оздоровительного центра собралось более сотни юных игроков со всей России. Они играют на четвертину поля, потом они будут играть на половину поля, ну а когда подрастут в 12 лет, уже начнут играть на все поле, на большое. Идет потом у них анализ этой игры, даже видеозаписи делаются, кто какие ошибки сделал, чтобы в дальнейшем этих ошибок не было. Поэтому это очень большой, хороший старт. Возраст никаких поблажек не дает. На поле, напоминает судья, правила едины. А ведь если бы прощалось, что где-то не хватило роста или отвлек бродячий милый пес. Учитывая возраст, ну конечно, хочется побеситься, хочется покувыркаться, где-то и внимание расплывчато, но тренерский язык они понимают. В турнире 16 команд, в главных болельщиках – родители. Поле объединяет и их. Ведь кто-то предан Спартаку, а кто-то ратуется за красно-синих. Теперь же главные фавориты – дети. Входим мы уже третий год, первый год садика, и вот сейчас школа. Ну как бы видим развитие футбола, дай бог, будем выигрывать. Вместе с учениками набираются опыта и мастера. Для тренеров выезды – это не только шанс увидеть свой труд в деле, но и возможность получить приглашение на игры в другие регионы. Мы сегодня ездили в Брянск на этом турнире, в Орле участвуем впервые, но детям нравится, будем стараться каждый год сюда приезжать. Межгородские турниры продлятся в течение месяца. В ближайшие выходные свисток арбитра начнет встречу команд 2007 года рождения, маленькие победы которых подарят новые шансы большому будущему. Ксения Туркова, Олег Фомин, Телеканал Первый областной.